Всем привет! Сегодня я покажу как исправить ботиночки своей маленькой доченьки, которой поцарапал кот. Давайте ознакомимся с ущербом и посмотрим, что с этим можно сделать. Первый вариант это, конечно же, купить новые, но этот вариант вам не подходит. Второй вариант это исправить с помощью жидкой кожи фирмы IDEX. Для этого нам понадобится жидкая кожа, наждачная бумага, обезжириватель, тряпочка и, возможно, шпаклевка по коже. Потом посмотрим. Ну что ж, приступим. Сначала нам нужно хорошенечко обезжирить ботиночки. Потом мы подбираем цвет жидкой кожи, который будет соответствовать ботиночкам. Ну вот, цвет выбран, теперь идем дальше. Берем наждачную бумагу мелкой зернистости и убираем маленькие заусенцы и неровности на поверхности изделия. Да, это процесс трудоемкий, но, как говорится, хорошая подготовка равно хороший результат. После такой подготовки нам снова нужно обезжирить ботиночки. Это необходимо для того, чтобы убрать ненужное загрязнение с поверхности ботиночек. Как вы могли заметить, на ботиночках присутствует глубокое повреждение. И чтобы от него избавиться, нам необходимо воспользоваться шпаклевкой по коже. Аккуратно наносим шпаклевку по коже в поверхность повреждения. Ну вот, шпаклевку мы нанесли, теперь займемся другими повреждениями. В отличие от первого повреждения, нам не нужно будет пользоваться шпаклевкой по коже. Оставшиеся повреждения очень маленькие и легко исправятся с помощью жидкой кожи. Благодаря очень удобному тюбику, жидкую кожу наносить одно удовольствие. Наносим жидкую кожу фирмы IDEX на изделие и аккуратно распределяем по поверхности повреждения. Для изумительного эффекта рекомендуем использовать несколько слоев с интервальной сушкой. Также хочу отметить, что распределять жидкую кожу по поверхности изделия можно и с помощью кисточки. После нанесения жидкой кожи и шпаклевки состав должен высохнуть. Производитель рекомендует приступать к следующему этапу после 12 часов. Мы вернемся к изделию завтра, а вы увидите это прямо сейчас. Как вы можете заметить, шпаклевка дала усадку. Это в принципе ожидаемо, но это не проблема. Мы с этим легко разберемся с помощью второго слоя. Повторяем все те же действия, что и при первом слое. Обезжириваем, зачищаем и аккуратненько наносим шпаклевку на изделие. Не забываем, что поверхность должна высохнуть. Тем временем мы нанесем жидкую кожу на изделие вторым слоем, чтобы результат был идеальный. Используем тоненький слой и аккуратно распределяем по поверхности. Для нашего повреждения было достаточно одного слоя жидкой кожи, но так как шпаклевка дала усадку, мы решили нанести второй слой. Ботиночки высохли и теперь смотрим, что у нас получилось. Ох, какая красота! Вы согласны? Вы скажете, ах да, умник, да, показал нам ботиночек там, где не было глубокого повреждения. Но не так быстро. Давайте вернемся к месту, где у нас было глубокое повреждение и мы использовали шпаклевку. Нам нужно убрать шероховатость с поверхности шпаклевки и затем обезжирить и нанести жидкую кожу фирмы Айдекс. Мы надеемся, что с этими процедурами вы уже знакомы, и мы сейчас вам покажем конечный результат. Спасибо, папа!